Как правильно отдавать претензию в магазин? Вы принесли в магазин претензию, магазин согласен ее принять. Как эту претензию правильно отдать? Что нужно получить? Фамилию, имя, отчество сотрудника? Нужна ли подпись? Нужна ли дата? Нужен ли штамп, печать? Нужна ли подпись бухгалтера? Соответственно, как вообще все это делать? Уже через несколько минут не останется ни одного вопроса. Как правильно отдавать претензию? Вы будете знать этот вопрос идеально. Поехали! Читаем вопрос с моего канала. Хотелось бы знать в подробностях, как в магазине должны завизировать претензию Как имя, фамилию указать сотрудника, какого сотрудника, дата, подпись, печать организации Что нужно из этого? Где-то читал, что претензию должны зарегистрировать и поставить отметку о номере обращения Хотелось бы точно знать, что требовать И сразу же пишет один человек в ответ на этот вопрос Претензия в двух экземплярах У вас на руках должна остаться с фамилией, имя, отчество сотрудника, печатью, подписью В других видео на канале это есть Совершенно верно, в других видео на моем канале это есть Но пора уже сделать отдельное видео, где этот вопрос будет раскрыт, открыт, донесен до вас максимально подробно И вот это видео Итак, поехали Значит, поймите самый важный принцип, какой Есть у нас в государстве всякие документы, где есть строгая отчетность, где надо указывать реквизиты Тот же самый договор, без каких-либо важных пунктов эти документы не работают Так ли это с претензией? Не так, потому что претензия вообще ни разу этого слова нельзя встретить в федеральном законе о защите прав потребителей Там есть формулировка, что потребитель должен предъявить требования о возврате товара, замене и чего угодно О возврате денег желательно Но там нет слова претензия, а значит этот документ является как бы неофициальным, рекомендательным, желательным А значит к нему не может быть никаких предъявлено требований, без которых этот документ не будет работать То есть претензия, она будет работать в любой форме Хоть как вы, хоть что-нибудь на ней уже подпишите и она будет в этом смысле работать Вопрос лишь в том, как сделать это эффективнее То есть запоминаем, правильной формы подачи претензий не существует, но есть более эффективные Почему не существует правильной формы? Запомните, претензию можно подавать устно, можно подавать ее без подписи вообще сотрудников, без печати, без штампов, со свидетелями Можно претензию подавать почтой России, можно подавать электронную претензию И когда претензию можно подавать в кучу таких разных форм, понятное дело, что не существует каких-то требований именно отдельно к письменной претензии Это всего лишь один из вариантов подачи требования. Буквально это бумажное воплощение вашего требования, в котором фиксируется то, что магазин это получил, и самое главное, фиксируется дата предъявления вашего требования. Но официальных, жестких, правильных критериев, стандартов, требований нет. Все, запомнили. То есть, какой правильный порядок, как завизировать претензию? Ответ, его не существует. Нет ни одного требования о том, что нужно указывать в претензии со стороны магазина, когда вы ее в претензию в магазин принесли. Однако, есть вещи, которые желательно указать. Сейчас мы их рассмотрим. Но перед этим самое важное скажу, что вы должны при любом раскладе указать дату. Потому что единственное, что реально важно будет в суде, если до этого дойдет, а значит магазин понимает, что это нужно, чтобы вы указали, иначе потом можно отсюда грамотно как-то уйти, выиграть, уклониться. Первое, это дата. Дата, это важный момент, потому что с момента предъявления претензий будет начисляться в пульс у потребителя неустойка. Поэтому в претензии должна быть указана дата. Это самое важное. Второе. Как вообще правильно магазин должен на вашей претензии что-то написать? Запомните, единый стандарт. Какое понимание у государства? В случае каких-то важных разбирательств, типа суда, что вообще важно знать? Важно понять, что суд в случае рассмотрения судебного дела должен идентифицировать, что претензия, давайте так, более обходчиво скажем, суд должен понять, что претензия была получена магазином, а конкретнее каким-то сотрудником, которого можно идентифицировать как сотрудника этого магазина. Все, все, что нужно. То есть претензию должен получить любой сотрудник магазина, которого можно идентифицировать как сотрудник магазина. Кто это такой? Ну, во-первых, можно ли указать фамилию его, имя, отчество? Можно. Обязательно ли это делать? Нет, но можно указать. Дальше. Должность. По идее это важно. Кто это в магазине? Бухгалтер или обычный менеджер, директор или там еще кто-то, или уборщик, да, у которого как бы вроде меньше обязанностей в магазине, можно указать должность? Можно. Желательно ли это делать? Ну, возможно, да. Обязательно ли это делать? Нет. Дальше. Подпись сотрудника желательно ли указать? Очень желательно. Вообще большинство реально практических ситуаций требует указать фамилию, имя и подпись. Вот это самое простое. Ну и дату, разумеется. Но обязательно ли это? Да тоже нет. Нет. У нас тут на канале совсем недавно человек написал, что принес претензию в магазин с двумя свидетелями. На видео заснял, как магазину эту претензию вручил, положил на стол и ушел. Что в его копии при этом оставил магазин? В его копии претензии. Ничего. То есть человек просто пришел, претензию принес, на видео заснял, что сегодня такое-то число. Вот с двумя свидетелями я вам вручаю претензию, то есть фиксирую требования о возврате товара. И ушел. Что осталось у него на бумажке, на его копии претензии? Ничего, ни подписи, ни даты, ни штампа, ни печати, ничего Таким образом, вы понимаете, что все требования являются добровольными Вот, смотрим дальше По поводу печати, печати, штамп, нужно ли ее ставить? Нужно ли ее обязательно ставить? Нет Желательно ли ее ставить? Да нет Можно ли ее поставить? Можно, если хотите Но никакого такого требования нет Поэтому, если вы пришли в магазин и требуете, чтобы вам там бухгалтер поставил печать Вы должны четко понимать, что это вашу копию претензий никак не укрепит Это ваши права, ну, наличие или отсутствие штампа печати никак не поменяют Права ваши будут одинаково реализованы Но часто магазин не знает, что делать в случае, когда приходит недовольный потребитель И тут с него просят поставить какой-то штамп А магазин не знает, это сейчас стоит делать или нет Мне магазин думает, мне потом этого будет хуже или нет Это мои возможности в суде снизит или увеличит И не понимает, ставить или нет Из-за этого магазин может начать, так сказать, пытаться отпираться от вас Отпинываться, отфутболивать вас И говорить, что нет, мы можем расписаться в претензии Но штамп бухгалтер не будет ставить Потому что, ну, мы вообще не знаем, что это такое Или типа нам сказали ничего не ставить Без согласия директора Ну, вот какие-то такие вещи То есть, другими словами, когда вы требуете поставить печать Вы немножечко снижаете шанс получить вашу копию претензий На которой будет там подпись и дата представителя магазина Поэтому особо требовать печать не стоит Если поставили сразу, просто так, ну и поставили Если не поставили, не настаивайте на этом Ваша задача получить хоть какие-нибудь подчеркушки на вашей копии претензий Главное, что была дата, какая-нибудь подпись Можно имя, фамилия сотрудника Все, теперь дальше По поводу зарегистрировать претензию Поставить отметку о номере обращения Это все, вот этот вопрос, который мне задали, уходит в те времена Когда была книга жалобы предложений Напоминаю, что с 2021 года ее отменили Теперь пункт 5 новых правил торговли официально требуют Чтобы магазины принимали и отвечали по претензиям И при этом, вот как раньше, книга жалобы предложений Фиксирование номера, ответ по конкретному обращению Все это полностью отменено То есть никаких регистрирований претензий не существует Никаких отметок о номере обращения не существует Никаких официальных ответов не существует Все, забыли про все это Это ничего не надо И вы, соответственно, ничего это не должны И не имеете права требовать с магазина Если магазин еще живет старыми нормативами И не знает, как сейчас у нас работают правила торговли Он может даже попытаться вам что-то это изобразить Написать, что претензию зафиксировал Обращение номер такое-то Но реальный магазин, когда вы будете с них это требовать Просто будет не знать, что вам делать Потому что ваши требования, они в этом случае Абсурдные, они не имеют никакого реального обращения Всегда представляйте, что вы пишете электронную претензию Через сайт почты России Письмо заказное, ценно-электронное Соответственно, там же не будет никакого фиксирования? Не будет Там будет печать магазина? Не будет Там подпись магазина будет? Не будет Там имя, фамилия сотрудника будет? Не будет Там ничего этого не будет Вот когда вы пишете претензию через почту России В конверте или электронную Вы же отправляете эту претензию И она, знаете, односторонняя Вы ничего не получаете со стороны магазина Отсюда делайте выводы, что когда вы физически принесли претензию, вы можете также ничего не иметь Все, что вам нужно зафиксировать, это для дальнейшего варианта, если дело дойдет до суда А в случае грамотной подачи претензий в таких ситуациях, конечно же, бывает менее чем 1% То есть, если вы подали претензию, вы уже 99% шанс и более, что получите все, что хотите от магазина, если ваши требования правомерны То есть, короче, вам вернут деньги, если по-простому Вот, и все, поэтому теперь вы знаете, как писать претензию, и вам хорошо живется, радостно и счастливо Нет больше никаких вопросов, раскрыта тема полностью Все, кто в других видеороликах будут говорить, что желательно поставить это, зафиксировать, все это, не обращайте внимания Я вам только что рассказал, во-первых, что есть 3 других способа подачи претензий, где вы ничего не получаете от магазина Пояснил, как устроено это реально, как принцип законодательный этот реализован И как вообще логика подачи претензий, что не существует претензий вообще в законе, что это не более чем бумажное воплощение вашего предъявления требования А как это требование предъявить, оно-то вообще нигде не прописано Это просто ваша личная выдумка, которая действует по стандартному принципу, что в случае судебного разбирательства вы защищаете свою позицию как можете То есть, если магазин скажет, он мне претензий не давал, а вы скажете, нет, давал И дальше вы как можете защищаете? На видео засняли? Круто, лютый аргумент Двух свидетелей с собой имели? Круто, лютый аргумент На бумажке вашей магазин что-то написал, что получил дату вставил? Круто, хороший аргумент Почту России отправили с описью, где сотрудник Почты России указал, что такой-то даты Серьезный аргумент, солидный Или в случае электронного обращения через отправку электронной претензии через сайт госуслуги Тоже зафиксировалась дата обращения конкретно магазину, тоже аргумент Как хотите, аргументируйте, правил нет Поэтому, как правильно подавать претензию? Ответ такой не существует правильного способа Есть только более-менее эффективные О них я рассказал все эти 11 минут Благодарю вас за внимание Считаю, что к состоянию весны 2022 года Этот вопрос более подробно, более честно и откровенно, чем в этом видео Раскрыть невозможно Рекомендую вам не доверять никакому другому источнику Потому что, скорее всего, все, что нам будут вам активно втирать и доказывать Будет либо устаревшая информация, либо просто неверная Когда люди вообще не понимают, как устроена система возврата товара в нашей стране Если вы считаете, что я не владею этим вопросом, посмотрите соседние видео В них более 100 раз, а точнее даже уже несколько сотен раз Все это подробно рассказано по каждому вопросу И все Если видео было полезно, есть номер карты в описании Смотрите, вот он, вот он Можно меня отблагодарить за то, что я вам сэкономил кучу времени Немножечко, так сказать, сделал вклад в ваше развитие Как меня поблагодарить? Микроскопическим донатом-пожертвованием 30, 50, 70 рублей Сумма, которая будет максимально несущественна для вашего бюджета Но приятно для меня Даже приятно скорее в форме внимания, что я увижу вот это сообщение Что пришел малюсенький перевод И, соответственно, там какой-то ваш комментарий Спасибо за то-то Помогло это Вот мне будет прям хорошо, я буду доволен Все Отправляю это видео в интернет Все, оно полетит сейчас И пускай его смотрит кто хочет Надеюсь, его найдет как можно больше людей Потому что я говорил очень быстро Потому что в 12 минут пытался сжать информацию Которая полностью захватывает вопрос именно конкретной подачи претензий Если вам это видео было полезно То также можете выкинуть вашим знакомым Чтобы они тоже не мучились с этим вопросом Все, увидимся с вами в следующих видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!